всем привет с вами канал его мусс либера меня зовут руслан началась очередная рабочая неделя нахожусь я уже в штате агайо загрузился я на должно было быть две загрузки получилась одна вернее вот этой вот штукой загрузился не я загрузился мой босс так как я был занят и он позавчера поехал загрузился этой штукой а это у нас для этих для ракет земля-воздух земля-земля вот у нее такая сейчас я покажу вот у нее такие ложбинки есть кладет туда ракета и не знаю там самолет ну не самолету а к этому к стартовой площадке она транспортируется почему говорю что это ракет потому что везу я ее в штат нью-мексико на полигон где тестируют испытывают и так далее вот эти вот ракеты вот так вот она выглядит точно получается 8 колес амортизаторы это рессоры и вот она вот так вот она выглядит кладется сюда и транспортируется на этот на полигон так вот по виду не скажу что это какой-то военная какая-то штука потому что это такой желтой краской покрашена обычно они серые цвета хаки а это вот такая вот она что интересно я загрузился хотел еще вторую должна была быть загрузка то я должна была идти на верхнюю платформу тоже на военной базе только другой и вот эта штука вот она стояла вплотную вот верхней платформе я когда приехал на военную базу они посмотрели а куда как ты будешь грузить я говорю ну вот наверху она как нет она говорит это маленькая будет платформа не поместиться я говорю давайте я эту откачу назад немножко она легкая получается вот я уперся ногами в нее в эту штуку спиной в спину куда и от это откатил ее это сколько пять фитов что тут ну метр метр с чем-то ну нарую на уровень своего роста где-то метр шестьдесят девять вот и все и потом начались там качели они это там маленькая я же подвинул как вы сказали типа того они ведь но блин мы что-то не подумали оказывается у нее нога у этого я должен был забирать какой-то генератор у него как нога будет болтаться и так не должно быть туда-сюда но естественно я все это боссы все это общение у них через моего босса шло вот и потом мне гитая бросай все это дело и короче езжай так с одним грузом немножко вот денег потеряет а я сейчас в штате агайо на рестерии нахожусь такая вот замечательная красивая рестерия сейчас же сезон отпусков все в отпуск собираются так что оставайтесь на связи буду показывать рассказывать вот на самой там военной базе или что это там попробую поснимать если получится но там какой-то ракет ракетный полигон вот назовем его так потому что в этой накладной так и написано допустим там улица такая-то ракет ракетный полигон вот а то тот груз который не получилось взять генератор должен был ехать в штат тэханс город эль паса вот оно наступило утро я заехал в штат иллинойс ночевал я кстати я там снимал уже и забыл вот пока я вот доехал в линойс проехал индиану всю и надо заправиться сейчас будем заправляться ставлю я вас туда мне пост говорит это ну по возможности допустим в пенсильвании не заправляйте дорогой дешевле поэтому по возможности я у меня в пенсильвании там почти что уже на миле и заправился этот долларов на 200 наверно ну и все и вот сейчас уже сколько проехал думаю сейчас надо уже по полной и баки все заправлю по тут самое не могу и дефо зарить и дефо у меня где-то половинка ну и все и будем ехать дальше сегодня суббота сегодня у нас 28 я так понимаю и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Поставим, и заправляется... Продолжение следует... 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 Обновляют... Табло электронное... Тачскрин... Здесь есть кнопочки... Цветное... Все... Можно этим... Телефоном расплачиваться... Специально этот... Есть... Такой... Вот... Такое... Табло такое... Там написано, что... Типа прислонить... Телефон... Apple Pay... Samsung Pay... Google Pay... Что там у них есть... Вот... Так что... Потихонька... Я вот... Техаси... Видел... И... 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 По-моему... Вчера я в Филадельсии... По-моему... На таком же заправлялся... Здесь пока старый... Погода вообще... Замечательная... Кстати... Просто... На солнце... Если вот выйдешь... Ну... Просто... Жарко... Скажем так... Ну... Так вот... Нормально... По-летнему... Вот... Не так, чтобы одеваться некуда... Сейчас у нас время... Три минуты... Три минуты первого... Да... По-полудню... Поэтому... Нормально... Абсолютно нормально... Ночью вообще спали... Трак я выключил... И... Все... Замечательно... Форточки открытые... Я люблю останавливаться на... Рестериях в основном... Допустим... Что я делаю как... Посмотрю... Да... Если... У меня на пути Рестерия есть... А перед ней какой-нибудь тракстоп... Не важно какой... Я на тракстоп заезжаю... Допустим... Там... Можно душ принять... Если надо... Обычно я... Еду разогрею там себе... Все это дело сделаю... И смотрю... Допустим... Там 20 миль от тракстопа... Какая-нибудь Рестерия есть... И все... Еду туда... Потому что как-то там посвободнее... Воздух почище... Вот это вот... Гула нету... Вот это... Потому что на тракстопе... Это же... 2-4 часа в сутки... Вот это вот... Постоянная движуха... Туда-сюда... О... Кстати... Вот эта грузоподъемность... Вот этой вот платформы... Тридцать тысяч... Тридцать тысяч паундов... Вот... Тридцать тысяч паундов... Это... Ну... Один паунд... Это почти что полкило... По нашему... Тридцать... Тридцать... Ну... А... Тридцать тысяч паундов... Ну... Так я и говорю... Не скажешь... Тридцать... Что это... Военная штука... Сгрузится... За это... Как его... Мой железный конь... Кушает... Он уже на... 550 баксов накушал... Сейчас я там... 500 чем-то заправлюсь... И... Дефо надо будет залить... И... Двинемся дальше... Пойду еще себе... Джерку возьму... На траку... Что это за поинты? Но... Джерки... Они как бы в Америке... Я бы не сказал... Что... Дешевые... Ну... Там... 250 грамм... Она где-то 20... 20 долларов... Наверное... Стоит... Потому что... Да... Джерка... Мясо... Да... Тушеное мясо... Вяленое... То есть... Берут мясо... Там... Маринуют... Потом... Тушат... И... Влагу... Вытягивают... И... Получается... Как он называется... Тикитрейтор... То есть... Это... Который... Ну... Вытушиватель... Да... Который будет влагу... Воду вытягивать из мяса... А... Можно просто... На... Духовке... На нижнем уровне... На самом маленьком огне... Тоже можно сделать... Ну... Делают люди... В следующем видео... Я вот... В интернет... Субтитры сделал DimaTorzok... 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 бак смотреть по уголову не видно на этом так что оставайтесь со мной мой погода вообще замечательный не жарко а тут едешь одни поля кукурузы и горох интересно кстати какой у них штат здесь такой самый номер один по выращиванию хлеба а то приедешь все время в основном кукуруза 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 по лево что направо смотришь практически одна кукуруза растет а тут и продукты посмотрите везде крахмал кукурузный сироп кукурузный там еще что-то она кукуруза она неприхотливая культура как это ее проще растить нежели чем хлеб все готово конь покушал дефо получилось один из галонов на тридцать один шестьдесят ну и по правилам хорошего тона вот надо прежде чем мы идти забирать там чек или в туалет там руки помыть или что-то надо обязательно отъехать от помпы вот да здесь вот помпа вот так вот ты стоишь и отъезжать и вот как вот тот тракт стоит рядышком стать чтобы освободить место ну для для других водителей иногда они даже это громкоговорителю объявляют что типа будьте вежливы уважайте других водителей после того как вы заправились протянитесь немножко вперед и дайте место для другого водителя ну а некоторые олени есть такие заправился здесь стоит пошел туда как бы у него впереди место есть можно взять зайти ну подъехать то есть освободить место но некоторые есть несознательные водители так что ладно пошел я сейчас чек возьму отъеду и поедем дальше так все заправился руки помыл взял джерку вот такую мне покажу что это вот такая вот называется wild bills beef jerky strips этот пакет у него по граммовке получается сколько тут 200 250 что ли грамм а 227 вот 227 грамм джерки стоит 20 долларов но я взял за поинты поэтому получается как бы бесплатно вот вот мне в данный момент сейчас мне будет из всех джерок которые я уже пробовал пробовал я очень многие нравится именно вот это может быть потом как-нибудь обнаружу еще какую-то но мне нравится именно это пробовал разные ну что то где то на мой вкус не то а это прям в самый раз заправился я заправился я и дефо залил все вместе получилось на 778 долларов вот так что дальше выдвигаемся держим путь на юмексико отправим едем в штате ньюмексико и вот слева по курсу видаться идёт дождь вот там вот никогда не видел что вот так вот радуга была как бы самой дуги нету а вот такой кусок и там еще какие-то сполохи разноцветные интересно и необычно так я запарковался я в штате ньюмексико в какой-то жопе и тут не трак стоп а так какой-то пятачок и вот траки стоят и запарковался рядом с траком думаю вначале человек что ли сидит а тут вот такая такие страсти вон в окно смотрит это маска такая вот так вот ночью есть лето обосраться можно неожиданностью вот так вот короче нахожусь я в копе мира провинциальная 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 америка тут просто глухо тут я не знаю для вот сколько 6 7 траков стоит вот тут если так я буду посмотреть колдобина на колдобине я вот так отсюда заехал развернулся и вот встал вслед за траками и все хотел вначале там вставать на дороге но посмотрел здесь место есть пошел проверил можно ли развернуться так вот развернулся и встал вот такого товарища обнаружил вот это штат штат нью-мексико 54 дорога я я 40 спускаюсь вниз на вот это вот полигон ракет и вот получается что проезжаешь через провинциальную дыру ну сейчас что буду потихоньку спать завтра утром это разгрузки где-то сто сто десять миль вот так что встанем не спеша и доедем так что до встречи всем привет понедельник утро понедельника приехал я на ракетную базу привез тележки вон сзади меня еще такой же трак стоит с такой же тележкой мы приехали тут так красивые места такие пустыня какая-то нью-мексико а вокруг это как бы вокруг этой базы горы сейчас жду жду сопровождения это они сейчас меня ну где именно разгружать их пошел разобрался начале приехал вот в это здание оно что-то закрыто как бы написано что я здание 1840 закрытое пошел соседнее думаю может там что-то ну и все это мне помогли позвонили нашли человека сейчас вот четко ко мне подошла сейчас бумаги принесет и поедут за ней и будем разгружаться но потом уже я прям рядышком с Эль-Паса и будем надеяться что груз где-то там найдется далеко не ехать